Меня зовут Михаил Гребенщиков, и вот слушая воспоминания об Олимпиаде 88-го года, я... У тебя только 20 минут, потому что... Да, я быстро сейчас, я окрылился, как мир взаимосвязан, как любимая профессия, музыка, футбол могут объединиться. Еще в детстве я стал меломаном, любил футбол и помню этот день, когда был этот матч. Отец лежал на диване, очень болел, кричал, кричал весь дом, и в перерыве я пошел за пивом. Вот прям глянусь, и рядом магазин был, и стоял вот этот желтый пиво, и мне 12-летнему мальчику запросто налили пидон, и ты знаешь, что я в диапатии, вообще там все дети бегали диапатии, потому что в диапатии просто идешь, по отъезду подходишь, и с каждого окна такие вопли, но мой папа матом не ругался. И вот проходят годы, Виктор Лосев сидит, он в соседнем доме, когда Факел играл, когда Факел был на коне в Воронеже, получается, на половину земляк, да. И вот уже Сергей Головкович, и мы играем в футбол в команде Старко, и этот герой из телевизора, который стал олимпийским чемпионом Советского Союза уже рядом, Алексей Грудников. И в 2004 году я попал в команду Старко, и как-то все так закрутилось, завертелось, и попал в эту творческо-футбольную игру, и Юрий Давыдов неоднократно на меня возлагал очень большие и почетные должности. Я такой видео-ретроспективу все эти годы веду команды Старко, активно участвую во всех благотворительных мероприятиях, и, конечно, неотъемлемая часть, вот раньше были чемпионаты мира по футболу, среди артистов, сейчас все немного трансформировалось, вот, например, вот такой турнир, и 35 лет, и снова легенды Олимпа, и я как будто в детстве нахожусь, все в своем, все для меня подписывают там футболки, зубной пастой с знаменитыми героями тех времен в тренесском лагере, там рисую номер 10, уж не помню, ну, грубо говоря, там, пишу на спине на сайт, вот, а тут я бегаю среди этих героев, Мышкин на воротах стоит, это вообще потрясающе, то есть Мышкин хоккей, для меня я еще хоккеем занимался, и вот очень почем, что можно быть и спортсменом, и бомбардиром, вот недавно был Росатом Тур, из 10 городов я забил 7 голов, это очень большой результат, хочу сказать. Да, я в хорошей форме, и это когда тебе 47, вообще класс, а еще мы поедем скоро играть в хоккей в будущем, но это, наверное, не связано с этим турниром, это меня еще больше окрыляет, потому что я больше хоккеист на самом деле, чем футболист, вот, так что турнир будет классный, музыканты, выйдут на поле мои коллеги, Дмитрий Мариков, целый список, да, вы, Юрий, про артистов говорили? Кто будет, вот, из артистов играть в звездные эстрады? Юрий Мичеву. Вот, да, Дмитрий Мариков, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Влад Топалов, и многие еще, кто к нам потянется в этот день, и все, конечно, дадут концерт, и будет хорошая вечеринка, и это уже традиционно, я это наблюдаю с 2007 года, когда был режиссером первого чемпионата мира по футболу среди артистов в Сочи. Вот это были времена, но они, к счастью, продолжаются, и с каждым годом, несмотря на все катаклизмы, наша организация крепчает. Приходите на матч, победите сильнейший, и будет очень зрелищно. Спасибо. Большое спасибо, Виталий. Спасибо. Ну, давайте поаплодируем, все ждем. Мы так счастливы какие-то спорты появлялись. Спасибо большое.